Добрый день! В данном видеофильме мы поговорим о необходимости описания и оптимизации бизнес-процессов банка. Во-первых, начнем с определения, что такое бизнес-процесс, процедура и функция. Бизнес-процесс – это цепочка взаимосвязанных процедур, которые на выходе дают конкретный результат или продукт. То есть нам нужно описывать не какую-то отдельную процедуру, а весь процесс в целом от начала до конца, именно взаимодействие всех подразделений банка. То есть кто кому какие документы передает, в какие сроки, с какими требованиями. И у нас возникает понятие «сквозной процесс», то есть такой процесс, который проходит через большое количество банковских подразделений. Например, более 5-6 подразделений. Если участвует, процесс считается сквозным или интерфанкшнл процесс. И именно в таких процессах возникает большое количество операционных рисков, то есть ошибок и дефектов, сбоев. И именно их мы должны описывать в первую очередь. Именно такие процессы. Соответственно, процесс – это цепочка процедур. И процедура – это конкретный вид деятельности, например, оформление договора, выдача кредита или проверка клиента. Это называется процедурой. Соответственно, процедура состоит из функций, и функция – это спуска специализированной работы. Итак, для чего же описывать и оптимизировать бизнес-процессы банка? Во-первых, конечно, финансовый результат. Поскольку банк – это коммерческая организация, он должен быть рентабельным, и должны обязательно отслеживаться показатели финансовые. То есть, во-первых, это продажи. За счет описания оптимизации бизнес-процессов мы увеличиваем показатели продаж. Ну, в среднем, если посмотреть, от 10-15 и более процентов. И второй важный момент – это снижение себестоимости бизнес-процессов или продуктов и снижение сдержек. Это тоже обязательно достигается за счет описания оптимизации процессов и используется специальный метод, называется функционально-стамостной анализ. Если по-английски – activity-based costing. Второе – это повышение прозрачности и управляемости банковского бизнеса. То есть, по своей работе часто приходится встречаться с руководителями различных банков, с представителями правления, с президентами, с акционерами. И вот многие из них ставят одну очень схожую задачу. То есть, они говорят, мы хотим, чтобы вся работа нашего банка была выведена на компьютер и был создан единый центр управления банком электронный. То есть, можно было утром прийти на работу, открыть компьютер и посмотреть любой бизнес-процесс, как он происходит, любые показатели KPI, работу любого сотрудника, то есть, какие функции он выполняет, за что несет ответственность, его личная система мотивации, реализацию стратегии банка, стратегических целей, работу и устройства информационных систем банка или системную архитектуру, операционные риски, то есть, какие ошибки, дефекты, сбои в процессах происходили за последнее время. И большое количество другой информации должно быть выведено на компьютер для контроля банка. И управление банком со стороны правления и высшего руководства. То есть, такая задача решается. И в основе нее, конечно, лежит обязательно процессный подход и система управления процессами. Это только благодаря этому мы можем создать вот эту вот центр управления банком. Ну и получается также электронная база знаний для сотрудников. То есть, любой сотрудник заходит в свой компьютер и может посмотреть все процессы, в которых он работает, их регламенты, модели, инструкции, памятки. И все это систематизировано и доступно в режиме онлайн. Это вторая задача, которую мы решаем. Третья – это снижение времени и длительности наших процессов. То есть, процессы в результате их описания оптимизации ускоряются. Ну, например, у нас есть открытие счета юридическому лицу. И данный процесс происходит за 5 рабочих дней, условно. И в результате оптимизации он ускоряется до 2,5-3 рабочих дней. То есть, практически в 2 раза становится быстрее. Соответственно, клиенты уже довольны. Клиенты становятся лояльными к банку и они уже могут порекомендовать банк своим другим партнерам. И опять же, мы выходим на показатели финансов обязательно. То есть, третье – снижение времени процессов. Четвертое – это повышение качества процессов, их эффективности и снижение операционных рисков и количества претензий. То есть, процессы становятся более оптимальными, в них уже меньше ошибок, меньше дефектов. И поэтому клиенты уже меньше пишут нам претензии. И получается, чем меньше претензий, тем меньше банк несет расходов на проработку этих претензий. То есть, в крупных банках есть специальные департаменты, более 20 человек, которые только занимаются регистрацией и расследованием всех претензий. По отношению, дальше тоже все это дело минимизируется за счет описания оптимизации процессов. Дальше – это, конечно, тиражирование банковского бизнеса. То есть, создается комплексная бизнес-модель банка, то есть, электронная база знаний по его работе, в целом, как банк устроен. И создается типовый бизнес-модель филиалов или так называемых региональных банков или территориальных представительств. Например, когда международные банки приходили в Россию, крупные известные банки международные открывали у нас свои, так сказать, дочерние банки, что они делали? Они передают сюда комплексную электронную бизнес-модель своего дочернего банка. Ну что, включая в себя регламенты всех процессов, инструкции, организационная структура, информационные системы, то есть, системная архитектура банка. Ну и в целом, все, что необходимо для организации его работы. То есть, вся информация, материалы, методики, правила и так далее. И за счет наличия таких готовых бизнес-моделей ускоряется тиражирование банковского бизнеса. То есть, здесь все дорабатывается по требованию центрального банка, то есть, регулятора, и банка начинает работать. То есть, по сути, остается только арендовать офис, нанять сотрудников и инфраструктуру все организовать. И наши банки, когда тоже уходили работать в СНГ и в другие государства, аналогично создается бизнес-модель, типовая регионального банка. Она передается, например, в Республику Беларусь, и там уже подстраиваются по требованию национального банка и быстро допускаются в работу. То есть, это облегчает развитие, конечно, и помогает в работе. Рекомендуется, конечно, заниматься именно построением комплекса на бизнес-модели. То есть, мы всегда об этом говорим. То есть, не просто описывать бизнес-процессы банка, а параллельно с описанием оптимизации процессов решается большое количество других задач. То есть, разработка стратегии и показателей KPI для наших процессов, проработка операционных рисков в этих процессах, обязательно формализация и оптимизация организационной структуры банка, расчет оптимальной численности сотрудников, то есть, сколько человек должно работать в каждом подразделении. Мы это можем сделать только на основе наших бизнес-процессов. Потом, конечно, это переход к автоматизации, то есть, внедрение технологии, системы отжимания качества, ну и так далее. То есть, такой широкий спектр задач, и, по сути, это и есть как раз системный подход. И на выходе комплексная банковская модель получается. Ну и последнее, что еще следует отметить, это уменьшение зависимости от персонала. То есть, наша задача перенести все знания сотрудников и руководителей банка в электронный формат, ну то есть, в электронную базу знаний. И, например, если кто-то заболеет, уволится, или что-то случится с ключевым сотрудником, банк уже не понесет операционных рисков. То есть, банк уже будет работать стабильно, и процесс будет работать непрерывно. Это очень важно. То есть, уменьшение зависимости от персонала, правильный подбор персонала, и все знания хранятся в электронном виде, в защищенной электронной базе знаний нашего банка. Это по поводу выгод и преимуществ, которые дает описание оптимизации бизнес-процессов. Ну и еще несколько слов, скажем, по поводу практических задач. То есть, ни в коем случае не нужно описывать бизнес-процессы ради моделей, то есть, ради графических схем. Некоторые банки допускают такую ошибку. Поэтому мы должны изначально понимать, для чего мы описываем и оптимизируем наши процессы. И здесь у нас возникают следующие практические задачи. Первое, конечно, это обучение персонала и создание этих электронных баз знаний. Во многих банках есть подразделение, которое называется Корпоративный университет, ну или Служба обучения персонала. Они принимают в себе все вот эти вот наши регламенты, порядки и модели процессов и на их основе разрабатывают различные учебники, памятки, видеокурсы и самые главные тесты. Ну, пример одного банка можно привести. У него операционисты, ну и другие сотрудники приходят на работу утром, и на компьютере появляется новый регламент и новые инструкции. А потом вместе с ними появляется тест. И пока регламент не прочитаешь, пока тест не заполнишь, получается, нельзя начать рабочий день. И если даже неправильно что-то в тесте заполняется, тогда возникают ошибки, и это потом влияет уже на систему мотивации конкретного сотрудника. То есть он получает уже меньшую премию за счет того, что были ошибки в тестах. То есть вот получается такой инструмент контроля, контроля знания процессов и контроля исполнения регламентов и активного участия корпоративного университета в данной работе. Ну а в целом, как мы сказали, на компьютер каждого сотрудника выводится вот эта вот электронная база знаний, на компьютер руководителей и правление банка выводится единый центр управления. Все это можно создать с помощью специализированных программных продуктов бизнес-моделирования. Например, система Business Studio, российская разработка. В системе Business Studio разрабатывается комплексная бизнес-модель банка. То есть аналитики все это создают. И потом по нажатию одной кнопки вся информация выгружается в формат HTML. То есть формируется обычный веб-сайт и все заходят уже на этот веб-сайт через браузер. То есть это доступно получается с любого компьютера, с телефона, с планшета, ну и с командировки, если внешний IP-адрес можно поставить. А вторая практическая задача от описания процессов именно графического это оптимизация и управление. То есть создаются процессные рабочие группы на постоянной основе и назначаются владелец процесса. И владелец М Business Studio и рабочая группа они уже занимаются управлением процессом. То есть разрабатывают стратегию этого процесса, разрабатывают операционные риски, разрабатывают необходимые технологии и потом уже занимаются его анализом оптимизации. То есть анализ оптимизации процессов это отдельная большая тема. Здесь используется примерно минимум 15 различных методик и подходов. Ну, например, свод анализ, бенчмаркинг, краудсорсинг, функциональностом основного анализа, имитационное моделирование, используя стандарты в качестве, например, ISO 9000, расчет фрагментарности процессов, матрицы гибкости, ну и так далее. То есть это мы отдельно по оптимизации поговорим. Третья практическая задача – это внедрение стандартов качества и построение системы менеджмента качества в банке. Это тоже возможно за счет описания процессов. Четвертый – это эффективная автоматизация процессов. То есть пока процессы не описаны, пока они четко не формализованы, не оптимизированы, не рекомендуется заниматься именно автоматизацией и внедрением инновационных технологий. То есть если плохой процесс автоматизировать, то получается он будет работать быстрее, и в нем увеличивается количество операционных рисков. То есть будет больше ошибок, дефектов и сбоев. Поэтому перед детальной автоматизацией рекомендуется четко все процессы прописать, проанализировать и построить так называемые версии 2.0. Наиболее оптимальные и наиболее точные. И поэтому в банках выделяются следующие категории должностей. То есть это бизнес-аналитик. Бизнес-аналитик занимается именно описанием и оптимизацией процессов, разработкой моделей, регламентов, ну и других необходимых материалов, в том числе и работой в системе бизнес-студио. А уже системный аналитик занимается разработкой технических заданий на автоматизацию. То есть он принимает в себе модели процессов и какие-то требования от бизнеса и уже переводит все это на системный язык. Ну то есть вот эти вот проекции на системную архитектуру, на специальные модули, средства автоматизации и ТЗ для программистов. И потом уже переходит все это, все эти материалы к третьей категории должностей, то есть к программистам и к IT-специалистам, которые уже настраивают специальные системы, бухгалтерские проводки, модули, ну и так далее. То есть техническая работа. И получается у нас связка из трех категорий должностей. Это бизнес-аналитик, это системный аналитик, и это программист. Ну такая вот наиболее полная цепочка. Ну и конечно могут быть модификации. И пятая практическая задача – это управление операционными рисками на основе бизнес-процессов. Как мы уже сказали, операционный риск – это любые ошибки, дефекты и сбои в наших процессах. И сейчас мы рекомендуем новый подход, который называется процессно-ориентированный риск-менеджмент. В банках какая классическая ситуация? Операционные риски живут, так сказать, и управляются в отдельной базе данных, а бизнес-процессы живут в отдельной базе данных. И получается, они разрознены и постоянно требуют синхронизации и взаимосвязь между ними. А процессно-ориентированный риск-менеджмент о чем говорит? О том, что у нас теперь бизнес-процессы и операционные риски находятся в единой базе данных и работа ведется в рамках единого функционала. Ну опять же, например, система бизнес-студия. То есть мы разрабатываем дерево процессов, потом описываем процессы графически, затем для наших моделей процессов уже, так сказать, навешиваем или идентифицируем операционные риски именно в тех местах, где они могут произойти. Потом прорабатываются предупреждающие действия, то есть мероприятия, чтобы эти риски у нас не происходили или их вероятность снижалась. И затем уже ведется регистрация фактов, рисков, опять же, в разрезе бизнес-процессов. И, допустим, в конце рабочей недели владелец процесса формирует отчет специальный, и в этом отчете он видит, что происходило с его процессом, какие были ошибки, дефекты сбоя, насколько своевременно выполнялись предупреждающие действия. Он может это проверить, проконтролировать и принять необходимые решения. Таким образом, процесс становится более управляемый, более стабильный и более эффективный. Поэтому мы призываем именно описывать и оптимизировать бизнес-процессы для решения конкретных практических задач и для долгосрочного развития банка. Продолжение следует... Продолжение следует...